Всем привет! Сегодня будет обзор моих покупок с Озон, Сваузберис и Алиэкспресс. Все цены, как обычно, вы увидите в верхнем левом углу. Ссылки будут внизу в описании под видео. Давайте начнем. Начнем с Озон, так как у меня всего одна позиция. Универсальные салфетки. Новинка 2024 года. Размер 34 на 40. В комплекте 3 штуки. Приходит вот в таком пакетике вам информация. Можете сделать скриншот. Реал салфеток микроспан. Страна производителя, Россия. Эти салфетки убирают без разводов химии и ворса. Я уже тестирую эти салфетки. Ну одну я вам покажу, как я протестировала одну салфетку. Вот так вот выглядит салфетка. Вот. На самом деле, я когда увидела, я думала, ну что она там может вытирать. Будет и разводы. Но я была поражена. Вот честно, я была поражена. Так, ну а вот этой вот салфеткой я уже пользуюсь. Ну как видите, она мятая. Ну я же гладить не буду салфетки, в которых я стекла и зеркала вытираю. Вот мне понравилось и вытирать именно зеркала и стекла. Так же она и хорошо вытирает и мебель. Вот столы вот это я протирала. Тоже хорошо вытирают. И правда, нет разводов никаких ворсинок. Классные салфетки. Вот я вот, честно, я рекомендую эти салфетки. Детняя позиция будет озон. Пострюля стеклянная, жаростойкая. Магистра на литр 200. Тес кастрюльки составляет 615 грамм. Материал посуды стекло. Подойдет для газовых плит, для стеклокерамических и электрических плит. Страна производителя Китай. Я уже тестировала эту кастрюлю. Варила в ней яйца и сардельки. Больше я, конечно, в ней ничего готовить не буду, кроме яиц. Там сосиски, сардельки или салатами можно сделать. Будет тоже красиво смотреться. Крышка вот такая. Здесь специальная дырочка для выхода пара. Здесь ничего нет. Моется тоже быстро и легко. И не тяжелая кастрюлька. Вот берез. Подследники под ступни. Размер универсальный от 35 по 38. Став хлопок 40 процентов. Полиамид 55 процентов. Майкро 5 процентов. В цвете бежевом. Страна производителя Китай. Размер подследников 8 с половиной на 9 сантиметров. Пишет производитель. Подойдет для большинства обуви. Я уже померила один. Ну, необычно. Но, надеюсь, будет удобно в них. Ножницы для кухни и дома. Этими ножницами можно резать мясо, пиццу, овощи, зелень, рыбу разделывать, картон, джут, стебли цветов и ткань. Преимущества этих ножниц не требуют заточки. Удобно лежат в руке, титановое покрытие и не требуют регулировки. Страна производителя Китай. В подарок положил еще вот такую овощечистку. Мне как раз подходит под мой цвет кухни. Она у меня как раз таки в коричневых, белых, бежевых оттенках. Вот такая вот, чтобы не порезаться. Так, вот так снимается. Ну, и вот само лезвие. Ну, вроде бы такое, да, остренькое. Спасибо. Ну и сами ножницы. У меня одни ножницы. Его специально заказала, чтобы были вторые ножницы. Зато у меня одни ножницы для всего и для кухни, и для дома. Но захотела, чтобы были одни и для дома, другие и для кухни. Вот. Удобно, видите, лежат в руке. Вот. Такое вот тут лезвие. Остренькое. Так, давайте что-нибудь попробуем порезать. Специально не выкидывала втулку от туалетной бумаги. Но если кому-то не нравится, можете перемотать, что именно втулку. Но она просто такая поплотненная. Давайте теперь попробуем. Ну, в принципе, да, хорошо режут. А давайте усложним. Так, задачу еще раз смотаем. Ну, сила, если побольше, то будет легко. А так все равно, видите, разрезала. В общем, классные ножницы. И так красиво смотрится. Регенсы в 46 размере. Состав. Палестер 85%. Эластан 15%. Сбоку кожаные вставки. Размеры от 40 до 62. Производитель Россия. Мой рост 1,58. Мне они оказались длинные. Поэтому я сдавала их на подшивку. Мне внизу подшивали. Смотрится красиво. Карманов нигде нет. Резинка тут вот такая. Не сдавливает. При этом у меня есть животик. Не сдавливает ничего. Не свисает ни по бокам и нигде. Вот. Тут сзади вот такая вот. На себе мерить не буду, потому что разные люди смотрят. Вот. Но смотрятся они хорошо. Я взяла специально для работы. Ну, так как мне удобно в таком работать. Ну, и по улице ходить в них тоже можно. Куртку взяла весна-осень. В 46 размере. Она мне так свободна. Но если бы я взяла в 44, она мне бы уже была мала. А так как я не люблю, когда на мне вещи втык-притык сидят. Поэтому я вам сейчас ставлю видео. И вы посмотрите. И я вам о ней расскажу чуть-чуть поподробнее, как она на мне смотрится и из чего куртка состоит. Куртка демисезонная с капюшоном. Состав. Полиэстер 100% утеплитель синтепон. Материал подкладки из полиэстер 100%. Особенность куртки влагонепроницаемость. Вид застежки двухзамковая молния. Капюшон несъемный и два кармана по бокам. Страна производителя Беларусь. Продолжение следует... Продолжение следует... .. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Материал металл, нержавеющая сталь. Страна производителя, Китай. Продавец подарок кладет резиночку. Я уже на самом деле заказывала такой себе органайзер. Это у меня второй. Немножко пошуршу, извиняюсь. Резиночка, кстати, очень классная. Кто носит хвостики, будет очень хорошо смотреться. Вот так вот тянется. Ну и сам органайзер очень красиво смотрится. Я туда, на первый свой органайзер, я сложила туда свою парфюмерию. Ну я вам вставлю, как это смотрится. И вот это я тоже вам покажу. Еще там есть стаканики, которые я также у этого продавца заказывала. 50 штук. Встав полипропилен, целлюлоза. Эффект против пыли, удаления пятен и очищения. Страна производителя, Китай. Это моя повторная покупка. Так как мне очень понравились эти тряпочки, заказала еще особо прочные салфетки уборочные многоразовые. На нем мы уже закончились. Размер одной салфетки. Ну и давайте я вам теперь покажу. Тут еще заклеено. Ну и вот так вот выглядят салфетки. Давайте я вам покажу. Ну я уже знаю салфетки. Я очень люблю на кухне пользоваться этими салфетками. Пыль, конечно, я не пробовала протирать, но они очень классно впитывают. Вот так вот они выглядят в сухом виде. Мама чайла салфетку. Вот. Давайте теперь я вам так на телефоне покажу. Действительно, что они хорошо впитывают. Вот телефон. Так, где-то грязно, по-моему. Ладно. Извините. Теперь давайте я вам покажу, что она действительно эта салфетка впитывает. Вот. Видите? Вот. Хорошо вытирает. Так, надо, чтобы высохла, и вам показать, что салфетка не оставляет разводов. Вот. Замечательные салфетки. Наверное, я думаю, и пыль можно ей вытирать. Ее можно стирать пару раз точно. Я уже стирала такие салфетки. Удерживает все отлично. Мебели. Состав пластик, липкая бумага. Подойдет для автомобиля, для одежды, мебели, ковров и постельного белья. Размер самого липкого блока 16 см, 60 листов. Размер самого ролика 22 см. Вот эта часть 17,5 см, здесь 6 см, и у блока, соответственно, тоже здесь 6 см. Страна производителя Китай. Вот этот продавец кладет в подарок ролик. Вот, не знаю, вот здесь вот есть заглушка, здесь нету. Вот так вот выглядит сам ролик. Но опять же, Юля любит золото. Я специально заказала большой ролик. Крышечка снимается. Так. Еще бы снять и не сломать. Вот. Я им еще, конечно, не пользовалась. Как видите, все тут заклеено. Вот. Вот тут снимается. Вот. И вставляется. Но отсюда можно вытащить и вставить вот в этот вот ролик. И обратно все защелкивается. Ну, точнее, не защелкивается. Вставляется просто. И все. Вот. Глаз. Ничего не сломать. Хорошо, что есть крышечка. Очень все красиво смотрится. Можно подвесить. Ну, что я и планирую делать. Вот эта вот часть крутится. Так я до конца не закрою. И вешать. Мне удобно, конечно, когда висит. Весопania. У нее для карт монет и денег. Цвет фисташковый, состав эко-кожа и металл. Количество отделений 6 штук. Декоративные элементы, золотая надпись и компактный подвес. Секи кошелька есть для мелочи, для купюр, для карт. Вид застежки кнопка. Страна производителя, Россия. Еще просит нас отставить положительный отзыв Дмитрий. Вот такой вот кошелек. Там много всяких разных расцветок кошелька. Можно выбрать, кому какой нравится. Но мне нравится вот этот вот цвет. Это для купюр. Здесь кармашки для карт. Так, вот такие вот они. Но еще потому что новые, как говорится, не расхлебанные. Так, здесь нету. Здесь есть карман. Ну и вот это вот вытащите сюда. Вот это что у нас такое. Вот это под мелочь. Ну, так же много сюда не влезет. Вот такая вот тут. Много мелочи не влезет. Ну, я больше, конечно, пользуюсь картой. Мне удобно так. Ну, пусть будет такой кошелек. Зимой я пользуюсь большими кошельками. Мне удобно. Ну, а так как у меня в демисезонный весенний-осенний период летний, у меня маленькие сумочки. Поэтому вот такой вот кошелек вполне подойдет. Подвесная для хранения. Материал изделия нейлон, тип крепления, клейкая основа, липучки. Вместимость до трех килограмм. Страна производителя Китай. Вот так вот выглядит сетка. Там были в черном цвете. Но мне нравится бежевый цвет этой сетки. Хорошо все прошито, аккуратно. Вот эти липучки, которые крепятся к самой... Ну, я буду на дверцу любить дверцы. И, соответственно, можно эту сетку, получается, откликнуть и стирать. Ну, а я так думаю, лучше, конечно, вручную стирать. Ну, вот сюда складывайте, что вам угодно, что хотите хранить. Красиво смотрится. Дозатор для зубной пасты. Материал изделия ABS пластик. Страна производителя Китай. Я уже пробовала на свою зубную пасту. У меня зубная паста немножко... Дозатор этот мелковат. Ну, ладно. Ничего страшного. Ну, я думаю, все знают этот дозатор. Вот моя зубная паста. Видите, широкая. Тут немножко мне не подходит. Ну, главное, чтобы работало. Может, я что-то неправильно, конечно, делаю. Но вроде все правильно. Так. Дальше. Как оно тут делается? Вроде бы вот так. Так. И дальше как? Крутится? Ну, да. Вот. Закручивается. В принципе, работает. Так. Да. Все работает. Вот. И стоит. Все хорошо. Поэтому ничего страшного. То, что вот чуть-чуть вот не подходит. Чехол для зонта. Водонепроницаемый. Защита от грязи и влаги. Прочный материал. Длина зонта в сложенном виде подойдет 33 сантиметра. Страна производителя Китая. Вот так выглядит сам чехол. Я уже сюда клала свой зонт. Но мерила подойдет или нет. Все подошло. Вот тут вот завязочки. Хороший чехол. Положила я сюда свой зонт. Вот так. Это убираем. Завязочки затягиваем. И все. И несем. Вот так вот в магазин. Чтобы мокрый зонт не трясти им. А положить в пакет. Вот в этот чехол. И все. Прекрасно. Ну а теперь перейдем к Алиэкспрессу. У меня тут две позиции. Эмалированный кофейник для молока с деревянной ручкой. Объем 500 миллилитров. На Алиэкспресс их очень много. Есть разных цветов. Там и чисто белый был ковшик. Ну я выбрала вот в таком. Чтобы тут еще был рисунок. Тут такая вот бумажечка. Деревянная ручка. Такой крупный. Забыла как называется. Ну вы понимаете о чем я. Вот это вот шуруп по-моему да? Привинчивается. Ну я взяла специально для молока. И растапливать сливочное масло. Хотя я понимаю. Можно растапливать и микроволновки. Ну я же не просто так заказала. Так и не заказала. Ну такой вот он. С доставкой платный конечно. Силиконовая лопатка для выпечки. Размер лопатки 22,8 сантиметра. Вот эта часть 4,5 сантиметра. Также расцветки рисунки там есть разные. Есть и зимние варианты. Красный допустим. Фон красный. А снежинки белые. Может когда-нибудь закажем. Ну и пока мне вот это хватит. Вот. Конечно я взяла не для зажарки. Чтобы не пачкать сам силикон. Вот тут белая. Вот тут вот рисунок. Ну прям красиво смотрится. Зазубин нету на дереве. Вот. Вот эта часть съемная. Но она так туговато. Это хорошо, что она так туговато снимается. Вообще я люблю лопатки со сплошняком. Но вот это вот прям взяла. Но так как я и буду конечно не часто пользоваться. Но мне очень понравилось. Ну а это была моя последняя покупка. Всем большое спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok